Приветствую вас, аноним! Знаете, есть вот у меня такое ощущение от вашего текста, что вы оправдываетесь. Вот очень-очень-очень сильно ощущение, что вы оправдываетесь. И, как бы, вот это ощущение, что вы оправдываетесь, оно, говорит за какой-то неуверенностью в себе, постоянных сомнений, чувство стыда. Вот, то есть, вот, лично у меня складывается такое впечатление, что вас либо такие очень мягкие родители были, как вот вы сами, либо очень строгие. Потому что, ну, у вас нет вот элементарных просто границ между личным и профессиональным. Понимаете? Вот, то, что вы стыдитесь того, что не пришли на стажировку, там не позвонили и прочее-прочее. То, что вы сомневались в себе, сомневались, что хотите ли вы туда идти и прочее-прочее. Вот просто, просто задать себе вопрос. Почему вы считаете, что вы должны что-то объяснять? Почему вы считаете, что вы должны оправдываться? Ведь эта ситуация, как бы, ну, находится в правовом поле. Ну, в вашем правовом поле. Понимаете? Какая штука. И не очень, не очень, не очень, не очень для меня понятно, а то, вот, откуда у вас это желание оправдывается и вот это вот ощущение, да, что вы виноваты перед этой девочкой-менеджером. И что вам, вот, это стыд-стыдно. Что это стыд, это обесценивание своих сил, опять же. Обесценивание того, что вам и хочется не принятия этого. Не принятия этого. Непринятия своих переживаний. Непринятия своих желаний. Вот. Дальше. По поводу чувства. Сожаления. Чувства сожаления о упущенном шансе. Смотрите. Смотрите. Здесь, вот, сожаления об упущенном шансе, происходит из двух моментов. Первое, это правдовыщенные требования к себе. То есть, по вашему мнению, вы должны были знать, вы должны были предвидеть то, что, ну, вот, все сложится так. Да? И когда у вас не складывалось, когда у вас не складывалось с поиском работы, вы начинали себя обучивать за то, что вот не поступили правильно тогда. Да. Это очень мощная родительская позиция, это очень мощная родительская позиция, полностью замещающая ваши собственные, как бы, чувства и переживания. И она может вести вас в депрессивное состояние. Она может вызывать такое вот депрессивное состояние. Поэтому, очень важно природу вот этих вот повышенных требований к себе определить, выявить и вам от них освободиться. Потому что, ну, помимо того, что эти требования вообще не ваши, они протекают их, да, не в вашей голове, но... Природа их находится не в вашей голове, а это вот то, что вы повторяете за своими родителями. Ну, за родителями, либо близкими людьми, обладающими какой-то определенной, ну, властью, значением, значимостью для вас. Вот. Значит, вот это то, что я могу вам сказать. И вообще ощущение такое, знаете, что вы, вот, как ребенок, вот, вы маленький-маленький ребенок, который, вот, такая маленькая девочка, которая оказалась, вот, так, перед таким строгим, строгими людьми, да, и которая, вот, чувствует себя виноватой. И вот здесь мы переходим уже ко второму аспекту. А второй аспект у нас то, что вы подвергаете, подвергаете сомнению свои чувства, подвергаете сомнению свои пережилания, подвергаете сомнению свои желания, из-за чего не можете выработать какую-то такую вот четкую позицию по тем или иным вопросам. То есть, грубо говоря, сомневаюсь, хочу ли я на эту должность, потому что направление немножко другое. В чем, в чем сомнение? Если я чего-то боюсь, чего я боюсь? Там, стоит ли, не стоит, вот, прикинуть по забратам, да, стоит ли, не стоит идти на риск? Ну, потому что страх, это всегда связано с риском небольшим. Вот. Стоит, не стоит идти на риск? Или, там, стоит ли есть что-то еще? Короче говоря, вот, недоверие сомнению, оно очень сильно чувствуется, очень явно чувствуется, явно ощущается. И, соответственно, да, я бы сказал, я бы сказал, что, вот, в таких вот категориях, в таких вот направлениях, вам нужно, нужно бы двигаться вперед, вам нужно двигаться с психологом, потому что, вот, ваша неуверенная в себе, она достаточно сильно чувствуется. Вот. Вот, видите, вы говорите, сегодня, значит, так, сегодня я видел то же самое, дочь только подальше от моего дома, я уже согласен, я так понимаю свою ошибку и знаю точно, что хочу там работать. Ну, вот, понимаете, как бы здесь это выглядит, в некоторой степени, как, ну, как, вот знаете, как раскаивание, что ли, какое-то, да. Вот, то есть, это выглядит так, как будто вы раскаиваетесь за то, что отказались, выглядело, не знаю, какое-то чувство вины, потому что вы пишите, что у меня были сомнения, это асфера, в которой работалось немного другое направление, понимаете? То есть, вот, вполне неважно, что они адекватны, но вы почему-то так не считаете. Поэтому, вот, здесь обстреливание идёт, в своих, опять же, желаниях, да. Вот, значит, вот следующий вопрос. Как-нибудь, чтобы что, звонить снова эту девушку, поскольку я не перезвоню, я не присылал, не присылал, а что такого невлёбно? Позвоните и объясните свою ситуацию. Если девушка адекватная поймет, если нет, значит, работать, наверное, не надо. Дальше. Получится, что я унижаюсь, наверное. Не очень понял, в чём унижение. Не смогла найти ничего, и снова, а, это уже не их касается, это вы уже додумываете. Понимаете? Вот здесь вот у вас имеет место сравнивание, сравнивание себя с другими людьми. Если позвонить о том, вот это будет правильное, свои поступки уже никак не получится. Ну, опять же, здесь вот есть такой элемент, элемент вот оправдывания, вы пытаетесь оправдаться. И правильно, неправильно, это догматическое такое мышление. Вот, это у вас сродительская позиция. То есть, вот, от родителей вы всё это взяли, ну, в смысле, вот, извне. Вот, а просто объяснять вы ничего не обязаны. Такая вот история. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали.